ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы стартуем, мы дерзаем, мы открываем новые горизонты, мы стремимся к новым победам, и это все обязательно ждет впереди. Кстати, очень много сюрпризов действительно готовят наши коллективы. Многие из них подтверждают звание народного, потому что многие из них уже имеют его. В Доме культуры дружбы работают около 20 клубных объединений и коллективов художественной самодеятельности. И многие из них могут похвастаться не только победами и успехами на различных конкурсах, но и солидными стажем, опытом и огромным количеством выпускников. Мне очень хочется отметить коллективы, которые действительно выросли и существенно творчески выросли. Это театр песни «Авантаж», руководителем которого является Мария Александровна Захматова. Это, конечно же, наш любимый танцевальный коллектив в студии современной хореографии «Дэнзон», руководителем которого является Татьяна Панкрушкина. Это самые маленькие, самые юные наши артисты, которые только-только начинают путь становления как артист. Это театральная лаборатория «Кудрявый трамвайчик» под руководством Марины Халюкиной. Дом культуры дружбы стал своего рода творческой стартовой площадкой для нескольких поколений талантливых зареченцев. Причем в учреждении созданы комфортные условия для разноплановых коллективов – танцевальных, театральных, вокальных. Здесь есть даже студии изобразительного искусства, где юные художники учатся создавать свои первые шедевры. Ваш Дом культуры является, несомненно, одним из бриллиантиков в короне всей культуры заречного и ничуть не меньше остальных. Поэтому я желаю вам творческих побед, творческих успехов. Надеюсь, что в следующем сезоне вы также будете радовать нашего зрителя. В открытии 64-го творческого сезона приняли участие все коллективы Дома культуры «Дружба». Концерт, который они подготовили, перенес зрителей в праздничную и волшебную атмосферу вдохновения и таланта. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...